В республике идет весенняя призывная кампания. Какие этапы проходят новобранцы Зеленчукского и Рубского района, расскажет Альбина Курочинова-Кенжева. Главная часть призывной кампании – это прохождение медицинского обследования. Для этого 134 новобранца прибыли в военный комиссариат Зеленчукского и Рубского районов. Из-за пандемии ребят на входе встречают с термометром и антисептиком. Все строго в масках. Все мероприятия, которые проходят на территории военных комиссариатов, выполняются с соблюдением всех мер противодействия распространения ковидной инфекции. Мальчики у нас по прибытию в военный комиссариат проводят измерения термометрии, проводится обработка рук и поверхностей. После первичной встречи призывника, который, если есть жалоба, жалуется на состояние своего здоровья, если нет жалоба на состояние своего здоровья, получает документы воинского учета и начинает проходить все мероприятия медицинского обследования. Проводится медицинское обследование. Восемь специалистов проверяют юношей. По итоговому осмотру старший терапевт устанавливает категорию годности. Также этот процесс может затянуться, если вдруг призывнику назначат дополнительное обследование, которое проводится на базе Республиканской клинической больницы Черкеска. По началу призывной комиссии мы предварительно их осматриваем. Если мы можем на своем уровне определить, что они здоровы, мы сразу выставляем категорию А годен. Если есть какие-то незначительные ограничения, мы тоже так же выставляем Б3. Сразу выносим решение, что здоров, но годен в военной службе, но с незначительными ограничениями. Кроме того, ребята должны пройти профессиональный психологический отбор по способностям, по первично-психологической устойчивости, по высоким и низким критериям. Если ранее ребята проходили профессиональный отбор на предмет нервно-психологической устойчивости, то на данный момент у нас определяется не только нервно-психологическая устойчивость, но и основы познавательной способности на момент выявления девятного поведения и на момент экстремизма. На совещании под председательством военного комиссара Карачаева-Черкесии Сергея Белобородова обсудили все нюансы весеннего призыва. Главный военком республики поблагодарил присутствующих за первоначальную постановку на учет и за проведенную работу с призывниками. У нас сейчас вопросы, помимо того, что идет призыв, это отбор кандидатов для поступления в родное училище. Да, Зеленчукский район у нас здесь лидером, желающих много, поэтому надо будет посмотреть до конца, завершить все медицинские обследования. Петр Левин получил повестку, пришел в военкомат, обследовался, услышал заветное для него слово «Годин». Он с нетерпением ждал повестки и ни на минуту не сомневался. Говорит, активно занимался спортом, чтобы в дальнейшем достойно служить и защищать родину. Альбина Курачинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Альбина Курачинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.